Тема урока смежные и вертикальные углы. Перпендикулярные прямые. На этом занятии мы узнаем о смежных и вертикальных углах, их важных свойствах и выясним, какие прямые называются перпендикулярными. Рассмотрим развернутый угол АОБ, величина которого равна 180 градусов. Проведем из вершины угла О луч ОЦ. Этот луч разделил развернутый угол на два угла АОЦ и БОЦ. Такие углы называются смежными. Определение. Два угла, у которых одна сторона общая, а две другие являются продолжениями одна другой, называются смежными. Так как лучи ОА и ОБ образуют развернутый угол, то угол АОЦ плюс угол БОЦ равен углу АОБ и равен 180 градусов. Значит, сумма смежных углов равна 180 градусам. Запомним это важное свойство. Предположим, что ученику предложили построить угол, равный данному углу АОБ только с помощью линейки и карандаша. Он поступил так. Построил лучи ОЦ и ОД как продолжение соответственно лучам ОБ и ОА и заявил, что угол СОД равен углу АОБ. Прав ли он? Докажем, что он прав. Чтобы установить равенство углов СОД и АОБ, то есть углов 1 и 2, докажем, что их градусные меры равны. Угол 1 и угол ДОБ смежные, значит их сумма равна 180 градусам. Из полученных равенств выразим угол 1 и угол 2. Получаем, угол 1 равен 180 градусов минус угол ДОБ. Угол 2 равен 180 градусам минус угол ДОБ. Таким образом, градусные меры углов 1 и 2, то есть углов СОД и АОБ равны. Ученик оказался прав. Эти углы называются вертикальными. Определение. Два угла называются вертикальными, если стороны одного угла являются продолжениями сторон другого. Запомним важное свойство вертикальных углов. Вертикальные углы равны. В жизни вы не раз встречались с четырьмя неразвернутыми углами, которые образуются при пересечении прямых. Выясним, какими углами окажутся все эти углы, если один из них будет прямым. Как называются в этом случае пересекающиеся прямые. Построим прямой угол АОБ. Проведем лучи ОС и ОД, как продолжение лучей ОА и ОБ соответственно. Получим две пересекающиеся прямые, АС и БД. И четыре угла. АОБ, АОД, СОД, СОБ. Угол АОБ равен углу ДОЦ, как вертикальные. Так как угол АОБ 90 градусов, то и СОД тоже 90 градусов, то есть прямой. Тогда смежные углы СОБ и АОД также прямые, так как сумма смежных углов равна 180 градусам. Таким образом, при пересечении двух прямых образовались четыре прямых угла. Эти прямые называются перпендикулярными. Определение. Две пересекающиеся прямые называются перпендикулярными или взаимно перпендикулярными, если образуют четыре прямых угла. А таких прямых также говорят, что они пересекаются под прямым углом. На чертеже прямой угол отмечают квадратом. Перпендикулярность прямых записывается так. Отчитается прямая АС перпендикулярно прямой БД. Отметим важное утверждение. Две прямые перпендикулярные к третьей не пересекаются. Для проведения перпендикулярных прямых используют чертежный угольник и линейку. В геодезии для построения прямых углов используют прибор теодолит. Рассмотрим задачу. Один из смежных углов на 16 градусов больше другого. Найти величину каждого угла. Решение. Пусть меньший угол СОБ равен х градусов. Тогда угол АОЦ равен х плюс 16 градусов. Углы АОЦ и БОЦ смежные. Значит их сумма равна 180 градусов. Получаем х плюс х плюс 16 градусов равняется 180 градусов. Решая это уравнение, находим неизвестное. Х равняется 82 градуса. Значит угол СОБ равен 82 градуса. А угол АОЦ равен 82 плюс 16. Получаем 98 градусов. Ответ. Угол ВОЦ 82 градуса. Угол АОЦ 98 градусов. Итак, на этом занятии мы узнали о смежных и вертикальных углах, их свойствах и выяснили, какие прямые называются перпендикулярными.